Здравствуйте, друзья! С вами опять Корректор Андрея Владимирович. И сегодня я хотел познакомить вас со своей авторской программой компьютерной по ТРИС технологиям решения изопритательских задач с помощью матрицы ТРИС. Как вы знаете, эта матрица общедоступна, и везде ее можно найти в книгах, в интернете. На сегодняшний день эта матрица в основном состоит из 39 на 39 различных противоречий, так называемых, то есть где нужно вычленить, прийти к задаче из двух противоречий. То есть у нас есть задача, и нужно решить ее. При этом нужно вычленить как минимум два противоречия. Один, который положительный, другой отрицательное влияние оказывающее. На основе этих двух противоречий мы с помощью этой матрицы находим примерное решение, которое мы можем интерпретировать под СТОР, как это мы понимаем. Конечно же, это не идеальный вариант решения, но он дает хоть какой-то вектор направления и вектор того, куда нам нужно двигаться и как решать. Решение одной и той же задачи может быть множество, и противоречий для одной и той же задачи вы можете вычленить тоже несколько вариантов, в зависимости от того, насколько глубоко вы понимаете суть проблемы этой задачи. Итак, как выглядит в данном случае программа по ТРИС технологии. Сейчас я вам покажу. Итак, в папочке ТРИС у вас будет по ссылке скачивания как архив ТРИС, распаковываете в любое место, и у вас, соответственно, папка ТРИС, где будет указан файл с лицензией, средный указанием к работе, описанием программы, и различные дополнения для того, чтобы программа более-менее оптимизированно демонстрировала. Если у вас запрашивают по поводу вопроса лицензионной программы, то здесь вот используется, так и можете запустить эту программку для того, чтобы настроить лицензию и разрешить программу под лицензией. Иногда бывают такие у вас настройки в оперсанной системе Windows, что программа иногда бывает под сомнение ставит ее лицензия. Она открытая, формат BSD лицензия, то есть вы можете пользоваться ее где хотите, как хотите применять, за исключением того, что вы не имеете права редактировать код, изменять его, и присваивать эту программу как свое личное достижение. Итак, то есть проект вы можете использовать на свое усмотрение, главное соблюдать законы об авторских правах. Сама программа Tris Aris. Приложение. 1,3 мегабайта. Вот она выглядит таким образом. Здесь 39 на 39 решений, как я и говорил. Если мы умножим, то комбинация таких решений достигает 1521 задачу. В среднем примерно получается где-то около на каждый объект по три задачи. Вот умножаем 1521, получаем более 4600 решений. Различно. Например, вам нужно быстро разослать, например, оповестить всех своих друзей, товарищей и так далее о своей акции, рекламе и других новостях. Что вы для этого будете сделать? Вам это нужно сделать быстро, без затраты времени. То есть вам положительный фактор нужен на скорость, а второе, наносный фактор, если вы будете каждому это рассылать, то это будет тратиться время. Будет много времени, может, отдать. Давайте возьмем это за основу. То есть возьмем за плюс фактор это скорость, а за минус фактор это потеря времени. Потеря времени. Найдем решение и увидим, что для, согласно этой матрице, найдено решение обратное действие, то есть заменить некоторые элементы на обратный процесс, либо подготовка предварительного действия, то есть что-то предварительное сделать для того, чтобы уменьшить это количество времени. Например, предварительно вы можете что сделать? Конечно, создать базу своих друзей, товарищей и так далее в электронной таблице BSQL, где вы можете всегда сразу вызывать ее и рассылать телефонную базу, адресную базу в виде почты и рассылать своим друзьям, товарищам о своих новых вариациях. рассылать заранее, то есть заранее сделать базу данных, заранее приготовить программу по рассылке этих проектов и уже когда наступит время рассылки, у вас все будет уже готово. Или обратное действие, мы что-то заменяем на что-то, то есть мы либо отдаем это все на автоматику, опять же, той же самой программе условно получается, то есть не вы делаете, а она по определенному расписанию рассылается и делает за вас. Либо вы даете это не сами делаете, а какому-то определенному объекту, который решает за вас все эти вариации. Либо вы вообще не заморачиваете со временем и рассылаете когда вам нужно. Все время растягиваете это по времени, скорость, конечно, уменьшается, но вы точно всем рассошлете. Соответственно, какой еще вариант? Вы можете пригласить всех друзей вместе и ничего не рассылать и просто сказать им объявить о своей презентации. Так тоже можно. Вот как примерно работает ТРИС и нахождение идей. То есть это подсказка к тому, что вы можете найти и попробовать решить. Это общая матрица ТРИС. Есть специальные матрицы, которые под определенные предметные области подвязаны, под определенные профессиональные деятельности, но это уже дополнительно будет развиваться. Уже с новой версии добавятся еще и радикальные противоречия. Здесь у нас стандартные противоречия, а потом будет еще радикальные противоречия. То есть если у вас и скорость там и скорость там вам нужно в этом случае увеличить, в другом случае уменьшить, появляется радикальная противоречия у вас. Решения пока в этой программе нет, есть только понять, что есть о радикальной плате речи. Она появится в следующем решении этой программы уже в новой версии 1.0.2. О программе вы можете прочитать также в специальной кнопочке познакомиться с лицензией BSD перейти на сайт разработчика, то есть меня познакомиться с моей профессиональной деятельностью. Если вам что-нибудь понравится, можете писать, задавать вопросы. Так. Или пройти курс по ТРИС. Также на этом же сайте есть курсы по ТРИС. семинар. Стоимость указана и место указано проведения. Вы можете оставить заявку. То есть более подробно о ТРИС-технологии мы с вами поговорим, о том, как ее применять, как применять матрицу, какие знания им нужно обладать, чтобы правильно вычленить проблему и так далее. Спасибо за внимание. Дерзайте, решайте задачи, пользуйтесь программой, выдавайте отзывы, как вам программа, помогает, не помогает, решает она ваши задачи, не решает, удобно ли она вообще в пользовании этой программой и так далее. Спасибо за внимание.